Сессию, которая была в основном посвящена доходам и расходам, открыла заместитель председателя городского собрания Сочи Ольга Леот. Сочинским депутатам предстояло рассмотреть в первом чтении проект бюджета города на 2016 год. Народные избранники, сошлись во мнении, что бюджет принимать нужно, он, по словам депутата Надежды Козловой, реалистичный и сбалансированный. Собственные доходы это 6 миллиардов 250 миллионов рублей. Дополнительно предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета края 3 миллиарда 868 миллионов рублей. Мы предлагаем бюджет принять с профицитом в объеме 442 миллиона. Таким образом, все требования бюджетного законодательства, поручения губернатора по мобилизации не менее 30% задолженности мы тоже включили в бюджет. А задолженность горожан на сегодня немаленькая, около миллиарда рублей. Это и налоги, и платежи, например, за аренду земли. Большая часть субарендаторов сельскохозяйственных земель недовольна существующими сроками их аренды. Арендодатель дает им на один год земли сельскохозяйственные, это и по орехам, и по плодовым деревьям. На один год ничего не подумаешь, чем заниматься и как, перспективы нет развития. Значит, надо разговаривать, чтобы если дают арендаторы тот же самый чай, то пускай они дают, хотя бы на 5-10 лет мы в любом случае должны иметь будущее. Речь шла и о поддержке малого бизнеса. Его необходимо развивать. Налоговое законодательство дает для предпринимателей такую возможность, как налоговые каникулы. Сегодня же по решению депутатов часть земель природного орнитологического парка в Амеретинской низменности из муниципальной собственности была передана в государственную собственность Краснодарского края. Также сегодня депутаты проголосовали за внесение изменений и дополнение в бюджет 2015 года. Это своего рода уточнение бюджета на текущий год в связи с поступлением безвозмездных перечислений из края и корректировкой его доходной части. Сейчас это 6 миллиардов 100 миллионов рублей.